На 11-й день нашего путешествия мы поехали в соседний городок Улсан. Погода стояла замечательная, тропический дождь слил, как из ведра. Поэтому погодав на кротиках, мы решили, что лучше всего дождя будет спрятаться в пещере. К сожалению, потоки воды проникали повсюду, поэтому некоторые проходы пещеры затопило. Что ж, если нельзя пройти, то вглубь пещеры можно проникнуть на лодке. Тем более, что внутри есть на что посмотреть. Когда-то в этой пещере добывали аметисты, и до сих пор можно встретить огромные самородки. И кажется, нам попался заколдованный самоцвет. Чем глубже в пещеру мы заходили, тем дальше мы переносились в прошлое. Вот перед нами пролетела средневековая Корея. Мимо прошла эпоха фараонов с какой-то старенькой мумией. И наступил ледниковый период. Погружаясь во времени все дальше и дальше, мы видели перед собой обратную историю превращения человека в обезьяну. Пока, наконец, не оказались в эпохе динозавров. Пока мы рассматривали маленьких тираннозавриков, у нас у самих появилось два динолунтика. А местный дедушка-динозавр хоть и беззубый, но все еще может напугать. Вот так вот, несмотря на то, что снаружи бушевал дождь, мы наслаждались уютной и милой подземной сказкой. А Мирон первый раз в жизни попробовал поймать хитрое мороженое. К сожалению, не все такие ловкие, как Мирон. И кое-кто остался голодным. Нам надо было подниматься на поверхность, но выбраться из этих пещер оказалось гораздо сложнее, чем в них попасть. Загадочная река, которая привела нас в это подземелье, вывела нас обратно. Хотя, честно говоря, по дороге назад мы не особо торопились. В сказке мы уже побывали. Так не заняться ли нам теперь наукой? Отправляемся в экспедицию в технический музей. И пока большие дети дремали в планетарии, Мирон научился управлять силой ветра. А пока взрослые пытались собрать молекулу спирта, Нирон соорудил бета-дегидрогептохлор. А напоследок, Алена устроила нам настоящий праздник живота. Она привела нас в ресторан, где надо было варить себе суп из макарон метровой длины. Ох, давно мы так не наедались. И вкусно, и сытно. С Сашей семьей надо было возвращаться в Сеул. Поэтому попрощались мы на фоне этих дождливых, но все же таких гостеприимных горных пейзажей. Нас же еще ждал последний вечер в Пусане. Корейский, американский, китайский двор. Мы зашли на Техасскую улицу, которая обязана своим происхождением американским морякам, которые заходили в большой Пусанский порт. Как ни странно, русских заведений здесь не меньше, чем американских. Вот так, на другой стороне земли, мирно соседствуют американская Калифорния и русская Камчатка. И все-таки Корея – страна контрастов. Только здесь за одну минуту можно встретить роботизированную баристу и огромную фермерскую тыкву. Вот и пришла пора возвращаться нам домой. Мы пересекаем всю страну с юга на север, и в последний раз наслаждаемся корейской культурой уже в аэропорту. Очередной чудо-робот сделало нам фото на память. Прикольно, но, честно говоря, простые человеческие селфи получаются веселее. Ну и, конечно, мы не могли упустить момент в последний раз поесть настоящих корейских вермешек. Под задорной кейпом 13 часов в полете пролетают незаметно. И вот мы уже дома в Нидерландо. Возвращаемся к обычной и повседневной жизни. Но сколько же воспоминаний нам оставили последние две недели? Посещение Королевского дворца врезалось в память не только из-за необычной восточной архитектуры, но и из-за национальных костюмов, которые органично вписывались в окружающую обстановку. Сам Сеул поражает органичным синтезом эпох, где древние храмы соседствуют с современными небоскребами. Парк аттракционов Эверленд насыщен яркими красками, необычными животными и смесью различных культур. Подняться на самое высокое здание в Корее, Лотте Тауэр, само по себе захватывающий опыт. А какие отсюда открываются виды? Еще мы заметили, что корейцы с изобретательностью подходят к заполнению аквариумов. Ну и, конечно, посещение известных мест кей-попа у нас стояло номером один в обязательной программе. Сувон произвел на нас впечатление современного города, который хранит свои древние традиции. Ну а кулинарная страна нашей поездки оказалась самым большим сюрпризом. Что уличная еда, что рестораны – все оказалось на высоте. И вкусно, и необычно. Отдаленные же уголки в южной части страны поразили нас своей умиротворенностью и богатым культурным наследием. В Кусане же, как и во всей Корее, ощущается хитросплетение урбанистического прогресса, умиротворяющей природы и древних традиций. И хоть мы и находимся теперь на другой стороне континента, почти за 9000 километров, это путешествие врезалось в нашу память ярким следом. И еще раз огромное спасибо Саше, Алене, Александру, Соне и Дане за теплую встречу.